90 лет исполнилось Люберецкому ветерану Великой Отечественной войны Ивану Александровичу Сподину. В этот день его поздравили родные, близкие и глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Самое доброе пожелание. Посмотрите, тут Владимир Владимирович Путин, вот президент. По поручению тоже здесь его поздравление. Это вы потом прочтете, да? Поздравление от самого президента России, подарок от губернатора. В этот дом глава городского округа пришел с презентами, так же, как и родные юбиляра. Мы поздравляем тебя с твоим юбилеем. Живи долго, радуйся жизни, чтобы все у тебя было замечательно. Такие цифры на торте может увидеть далеко не каждый, однако солидный возраст Ивану Сподину совсем не мешает. Он полноценно участвует в жизни своей семьи, занимается спортом. А за свое долголетие он благодарен жене Марии Георгиевне. Вместе они отметили бриллиантовую свадьбу. Прожили более 60 лет. Она очень лилела меня и всячески старалась, чтобы не обижать меня, чтобы так строить жизнь нашу вместе. Чтобы было всегда и для нас хорошо, и для детей хорошо. Кроме советской закалки, за его плечами Великое Отечественное. На войну он ушел по собственной воле, будучи несовершеннолетним. Фронтовик-минометчик День Победы встретил в Польше. А дальше успешная карьера связиста на Дальнем Востоке. И работа с старшим мастером на заводе имени Камова. На память обо всех достижениях 15 медалей, два ордена и другие многочисленные награды. В Люберце Иван Александрович переехал в 1982 году. Меня перевели как хорошего активного специалиста. Организовалось Министерство связи Российской Федерации. И меня перевели в Москву. Работать заместителем начальника хозяйственного управления. Не жалея ничего, как говорится, не всего здоровья, где работал. И меня подширяли. Я мастер связи. Иван Сподин – трудоголик по жизни. Как незаменимый специалист, работал до 83 лет. Занимаясь карьерой, не забывал и о семье. Для любимых дочек и внуков всегда был примером для подражания. Опыту отца и дедушки следует всё его дружное семейство. Он очень обязательный, добрый и требовательный. Не только к окружающим, но в первую очередь к себе. Поэтому всё, что касается окружающих, понятное дело, что все только равняются на его такое отношение. И стараются поддерживать вот эту планку, которую задаёт он. И вероятно, отметить такую дату Ивану Сподину было дано свыше, как вознаграждение за достойную жизнь. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...